В государственной службе по делам семьи и детей ДНР 21 сентября состоялось заседание информационно-аналитического совета. В рамках рабочей встречи проводился анализ, а также были выработаны рекомендации по адаптации и усовершенствованию нормативно-правовых актов. Совет на базе службы создан с целью обеспечения согласования, предложений и рекомендаций по реализации государственной политики в сфере защиты прав, свобод и законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, социальной поддержки семьи, обсуждения наиболее важных направлений деятельности службы отделов по делам семьи детских социальных центров и усовершенствования деятельности и взаимодействия службы отделов по делам семьи и детей местных администраций детских социальных центров. На информационно-аналитическом совете обсуждались такие темы, как готовность пяти государственных учреждений социальной защиты для детей к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, анализ нормативно-правовой базы в сфере защиты жилищных прав детей. Будет рассмотрен вопрос о социальном сопровождении приемных семей детских домов семейного типа, о приоритетном семейном устройстве детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, усыновлении и о выявленных потребностях и оказании социальных услуг и проведении социальной работы семьями с детьми, в которых воспитываются дети, которые получили статус детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения в ходе боевых действий. То есть это дети, у которых оба родителя или один родитель погиб от военной агрессии вооруженных сил Украины. Не менее важным аспектом работы Государственной службы по делам семьи и детей ДНР является усыновление. На Координационном совете по защите прав детей и социальной поддержке семьи, который состоялся 14 сентября, рассматривались и обсуждались такие важные темы, как оплата за жилищно-коммунальные услуги, а также право наследственности детей, попадающих под категорию, обсуждаемую на информационно-аналитическом совете. Это очень серьезные вопросы. Как вы знаете, они в Украине были тоже не до конца решены. Такой системного подхода к решению этих вопросов не было. В отдельных районах это решалась проблема, где-то в городах не решалась. Вот мы решили объединить усилия всех министерств и плотно подойти к решению этих вопросов. Продолжение следует...